Тут живут люди, но это почти незаметно. За полгода российской оккупации изюм был практически полностью разрушен. Мы съездили туда и показываем, как теперь устроена жизнь в этом городе. Я ни разу не был в Изюме до войны. Всегда проезжал через него дальше, в сторону Славянска и Святогорска. Знакомиться с городом во время войны после полугодовой оккупации – это, наверное, как знакомиться с человеком с онкологическим заболеванием после нескольких курсов химиотерапии и операций. Остается только догадываться, каким он был до. Сентябрь на Слобожанщине всегда прекрасен. Теплые солнечные дни, невероятные закаты и туман по утрам. Дорога в Изюм теперь занимает больше времени из-за украинских КПП и взорванных мостов. Но осенние пейзажи не дают устать в пути. Только разбитая техника и брошенные блокпосты россиян время от времени возвращают в реальность. Подъезжая к пешеходному мосту через реку Северский Донец, впервые видишь панораму города и последствия боевых действий. Верхушки пятиэтажных домов с выгоревшими дырами оконных проемов. Этот мост – единственный уцелевший в Изюме. Он сильно пострадал от обстрелов, но выставил. Люди из города, так в Изюме называют жителей правого берега Северского Донца, где расположены центр и районы с многоквартирными домами, идут через мост за питьевой водой в единственный работающий магазин на левом берегу, где находятся частные дома. Раньше мост был местом отдыха. Изюмцы могли присесть на лавочку, откуда открывался вид на город и реку. Сейчас люди останавливаются возле этих лавочек, только чтобы перевести дух и пойти дальше. За время оккупации у них появилась и так и не пропала привычка жить перебежками. Выйти из подвала, набрать воды, вернуться, приготовить еду на костре. Бывали дни, когда из-за обстрелов люди не выходили из подвалов сутками. Вот стоят две пятиэтажки. У каждой из них будто выгрызли по куску. В некоторых местах срез такой аккуратный, что смотришь, уцелела деревянная межкомнатная дверь. С книжной полки не упала ни одна книга, а на столике у стены стоит телевизор. 9 марта в одном из этих домов от российского авиаудара, по предварительным данным, погибли 47 человек. Точную цифру пока никто не знает. Возможно, под завалами все еще находятся тела. Разбирать завалы начали только в середине сентября. В квартирах все еще стоит мебель и лежат вещи жильцов. Через разбитые окна виден разрушенный город. Я осторожно хожу по комнатам, стараясь ничего не задеть. После рассказов саперов про то, как российские военные минировали дома в Буче и Ерпене, стоит быть предельно осторожным. Среди обычной одежды кое-где валяется военная форма. Она похожа на форму российских военных. Я слышал много историй о том, как россияне переодевались в гражданские вещи и пытались уходить из освобожденных ВСУ городов так. Я шесть раз заклеивал клеенкой окна. Проходит круг, волна, взрыв. Как долбанет и все по новой, рассказывает местный житель. Тут живут люди, но это почти незаметно. На улицах пусто. Одинокие пешеходы и велосипедисты быстро скрываются во дворах. По одной из главных улиц несколько пожилых людей везут на тачках деревянные чурки на дрова. По словам местных жителей, во время оккупации россияне запрещали им рубить деревья, а сейчас заходить в лес запрещено из-за остающихся там мин и неразорвавшихся снарядов. В одном из дворов женщина топит самодельную печку газетами «Харьков Зетт». Говорит, что хорошо горят. Ей было непонятно, почему газеты, которые раздают в Изюме, так называются, и почему в них нет ни слова об их городе. Все шесть месяцев оккупации горожане не знали, что происходит в Изюме, не говоря уже о новостях из других городов Украины – Ирпеня, Бучи, Чернигово и Бородянки. Из Матюгальника на площади каждое утро звучал гимн России. Днем играли песни 60-х и «Их проклятый рэп», – сказала мне одна из местных женщин. От общения с теми, кто остался в городе, у меня складывается впечатление, что все они немного сошли с ума. Их речь сбивчивая и быстрая. Кажется, что они все еще боятся находиться на улице, хотя сегодня в Изюме спокойно. Слышны разве что редкие взрывы при разминировании и автоматные очереди вдалеке. Гуманитарная помощь – единственный источник еды и предметов первой необходимости сегодня. Каждый день на главной площади люди ждут, когда военные и волонтеры ее привезут. Никакого расписания нет. Приезжает машина, и сразу же образуется стихийная очередь. Ее мало кто соблюдает. Горожане боятся, что продуктов и вещей может не хватить на всех. Поднимается шум, иногда дело даже доходит до драк. Страшно видеть, как люди дерутся за хлеб в 21 веке. Мобильной связи в городе по-прежнему почти нет, да и все стараются экономить заряд телефонов. Во время оккупации единственным местом, где можно было поймать сигнал, была гора Кременец. Люди и сегодня продолжают ходить туда, чтобы позвонить родным и близким. На вершине горы стоят люди с телефонами и пытаются поймать сеть. С Кременца открывается невероятный вид на реку, но люди как будто не замечают этого. Они где-то далеко, там, где их близкие. Какие люди? Субтитры создавал DimaTorzok